Добрый день! Мы с вами сегодня обсуждаем закон об ответственном обращении с животными. У нас присутствуют представители правового управления Государственной Думы, у нас присутствуют представители Министерства природы, у нас присутствуют представители Министерства юстиции Ирины Владимировны. У меня, конечно, к Минюсту очень много вопросов, и самый главный вопрос это, почему ваше ведомство так живет к Министерству? Подождите. Значит, у нас вот сначала история Минстроя, вы завернули два раза приказ по пробокам, за которые мы год берись. Ну ладно, это ваше отношение с Минстроем. Теперь, спустя полтора года, очень интенсивная работа, которую мы вели с 28 фаилами, значит, Минюст просыпается, я уж извиняюсь за выражение, я по-другому просто это назвать не могу, и дает нам семь замечаний на трех листах. И эти семь замечаний нас отбрасывают ровно в ситуацию полуторагодичной давности. Вот ровно туда. У нас за это время, мы посчитали, вот не поленились, прошло 12 итераций. Мы 12 раз со всеми фаилами, начиная с Минприроды, заканчивая всеми силовиками, пограничниками и всеми остальными, мы вылезали этот закон. Он уже у нас блестел. Он был готов полностью к принятию во втором чтении. И тут выходит Минюст и говорит, вы теперь это все умножьте на ноль и возвращайтесь в ситуацию полуторалетней давности. Вы снова встаньте по разные стороны баррикад с 28 фаилами и еще со всеми зоозащитниками, которые, значит, уже совершенно справедливо задают совершенно понятные вопросы. Кто тормозит принятие этого законопроекта? Вот сегодня принятие этого законопроекта тормозит Министерство юстиции. И еще куча интересантов, которые там, значит, бегают и не хотят потерять свой бизнес. Значит, у одних там бизнес, значит, на этих живодернях, там, цирках шапито передвижных, у других, значит, бизнес на контактных зоопарках в торговых центрах. Вот у них у всех все хорошо. И вот они все очень не хотят, чтобы этот законопроект был принят. Со всеми все согласовали, все отработали, все замечания всех ведомств. Но я провел 12 согласительных комиссий здесь. Значит, и теперь вот мы снова должны уйти на 13-ю итерацию. Значит, и причем, вы знаете, я изучил, не поленился, потратил время на эти замечания. Но вот такое ощущение, что это просто замечание ради замечаний. Ну вот на три листа надо было что-то написать. Мы написали. В связи с чем у меня такое ощущение? В связи с тем, что, например, когда представитель правительства снимал его со второго чтения, была такая ситуация как раз полтора года назад, у вас этих замечаний не было. Вы же все согласовали. Все основные позиции, которые вы сейчас атакуете, вы их тогда согласовали. У вас к ним замечаний не было. Дальше. Начинаем смотреть. Мы сейчас все посмотрим. Ну вот просто уточнить термин животное. Слушайте, а Минюст не смущает, что в законе о животном мире этот термин не фиксируется? В законе об охоте он не фиксируется. В законе о ветеринарии его нет. И преспокойно эти законы функционируют, и у Минюста никаких вопросов к этим законам нет. Дальше. Зачем выделять отдельный назор в области обращения с животными? А вас не смущает, что поручение президента есть по этому поводу? Вот ведомство в правительстве не смущает, что поручение президента есть по этому поводу? И вот такие вопросы, знаете, они возникают по каждой ситуации. Я просто хотел бы посмотреть в глаза человеку, который вот это вот написал, у которого рука поднялась, вот это вот все написать. Вы, Елена Владимировна, не принимайте это на свой счет. Мы к вам очень хорошо относимся. Вы, наверное, человек там профессиональный. Это сейчас будет видно из обсуждения, которое сейчас вам предстоит здесь от лица ведомства вести уже по пунктам. Но здесь сидят люди, которые этот закон дошлифовали до состояния просто ослепительного блеска. Он готов к принятию во втором чтении хоть сегодня вечером, хоть завтра утром. И вы ставите подножку сейчас не нам, вы ставите подножку там, я не знаю, скольким десяткам миллионов людей, которые вот каждый день смотрят на кровь, смотрят на убийство, смотрят на живодерство, смотрят на коррупцию в этой сфере. И еще раз нам предлагайте на неопределенное время уйти в определение термин «животное». Но это вот что называется, вы меня простите за пафос, мы сейчас вас будем по каждому пункту слушать. И этот каждый пункт, вы уж извините, будем с вами весьма придирчиво обсуждать. Но создается впечатление, что задача просто замотать принятие закона. Пожалуйста, давайте, вот мы, если вы позволите, я буду, значит, по пунктам прямо называть ваши вот эти вот замечания, если их можно так назвать, а вы нам их комментируйте. Вот вы нам предлагаете уточнить термин «животное». Для чего он вам? Уважаемый.